приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала в этом видео вор в законе игорь бурилин бурила 39-летний игорь бурилин считался одним из самых авторитетных в россии воров в законе так называемого грузинского воровского клана хотя сам имел славянские корни короновали его в москве в 1993 году когда ему исполнилось 33 года говорят что кандидатуру бурилина поддержали авторитетнейшие грузинские воры коро пипия и дато ташкентский к тому времени бурила уже имел серьезные неприятности с законом в 1977 году получил условный срок за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия а уже через год ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям у к и будущий законник увидел свободу лишь через пять лет говорят что он был лично знаком со знаменитым вячеславом и ваньковом япончиком и раньше пока япончика не посадили в американскую тюрьму даже регулярно ездил к нему в сша на дни рождения уже много лет бурила постоянно жил в геленджике там прописался и выстроил шикарный особняк авторитет его в родном киселевске до последнего времени был неприкасаем а криминальный бизнес приносил солидные дивиденды механизм получения дань из кузбасских угольных посредников был хорошо отлажен на хозяйстве в киселевске оставался брат бурилы павел официально руководивший коммерческой фирмой сибиряк идиллию нарушила малява грузинского вора в законе 300 насеченавы аксакала всех кузбасских воров суть послания сводилась к тому что бурила уже вроде как и не вор в законе а обыкновенный коммерсант понятиям не следует живет на широкую ногу в сходках не участвуют киселевские бандиты до этого подчинявшиеся группировки бурилина немедленно взбунтовались а предприниматели отказались платить его эмиссаром весной 1998 года был убит брат вора в законе павел бурилин работавший коммерческим директором фирмы сибиряк тяжело раненого павла бурилина пытались спасти медицинские светила не только из москвы но даже из германии однако все усилия оказались тщетными по неофициальным сведениям бурила потратил на лечение брата больше миллиона долларов после покушения павел бурилин несколько месяцев пролежал в коме но спасти его так и не удалось это развязало войну рассказывают что игорь бурилин вернувшись в киселевск поклялся отомстить однако вскоре противники вора в законе нанесли его группировки очередной удар на 40 дней после смерти павла бурилина на кладбище был устроен мощный взрыв куски оградки от могилы разметала на несколько десятков метров погибли вдова павла марина бурилина и одна из дальних родственниц несколько человек в том числе и сам игорь бурилин были ранены по слухам отношения к взрыву имела киселевская армянская диаспора лишь через много лет откроется истинное лицо убийцы а пока вор в законе решил воевать с армянами через неделю несколько вооруженных автоматами людей ворвались в принадлежавшую коммерсанту из армении хлебопекарню и устроили бойню после этого на окраине киселевской из автоматов был обстрелян автомобиль криминального авторитета василия ушакова который традиционно покровительствовал армянам сам ушаков попал в реанимацию один из его людей был убит еще один ранен руководство киселевской милиции объявила в городе чрезвычайное положение все дороги были перекрыты сотрудниками омона и собра по некоторой информации руководил обеими карательными операциями правая рука бурилы евгений кочаров по кличке пластина после ранения часть черепа у него заменили металлической пластиной поэтому пластина человек редкой жестокости по городу поползли слухи что пластина не остановится пока не уничтожит армян всех до одного часть предполагаемых жертв немедленно покинули кузбасс остальные стали вооружаться в сентябре 1998 года пенсионерка галина федораева решив помыть пол у себя в подъезде задело стоявшее там ведро прогремел взрыв ударной волной выбило несколько дверей а пенсионерка была настолько искалечена что в больнице ей пришлось ампутировать обе ноги оказалось что взрывное устройство было заложено ей под дверь по ошибке бомба предназначалась жившим соседнем подъезде армянским бизнесменом уже на следующий день чтобы лично исправить ошибку к дому подъехал пластина армяне заметив его открыли огонь из помпового ружья пластина в ответ бросил в них две гранаты ргд-5 осколками были ранены пятеро человек четверо из них ждали автобуса и не имели никакого отношения конфликту все это происходило прямо посреди бела дня напротив киселевского городдела милиции милиционеры быстро среагировали и задержали неуловимого пластину боевиков возглавил игорь бурилин в ноябре очередная перестрелка произошла на улице багратиона из проезжавший на улице красной нивы были обстреляны лидеры киселевской армянской диаспоры армен манукян и сам вэл хачатрян оба были госпитализированы серьезнейшими ранениями неподалеку от места преступления сотрудника милиции удалось остановить ниву по описаниям похожую на ту из которой вели огонь салоне нашли гранату два магазина для автомата калашникова россыпи патронов здесь же был задержанный бурила у него из кобуры оперативники извлекли пистолет стичкина в карманах документы нескольких угольных предприятий долгами которых будто бы занимался вор в законе у него в особняке тоже произвели обыск но ничего компрометирующего не обнаружили доказать существование преступной группировки как и причастность бурилина к нападениям на армян не удалось его осудили на семь месяцев за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия многие полагали что после этого будет объявлено перемирие но противники бурилина похоже решили закрепить достигнутый успех боевые действия переместились в соседний прокопьевск феврале этого года был застрелен вор в законе михаил гарм грелидзе по кличке мишель мишель специально приехал из москвы чтобы разобраться в ситуации в киселевске и прокопьевске после ареста игоря бурилина поговаривали даже что он прибыл с миротворческой миссии уже на следующий день на дом где он остановился было совершено вооруженное нападение сначала на пороге летней кухни расстреляли хозяев надежду баранову и виталия кириченко мишель услышав выстрелы выскочил из дома но не успел даже выхватить пистолет как его сразила автоматная очередь через месяц здесь же в прокопьевске убили криминального авторитета якова никитина по кличке мурза бывшего давним сторонником игоря бурилина мурза был страстным любителем голубей и убийцы воспользовались его хобби киллер поджидал мурзу между восьмым и девятым этажами на пути в голубятню едва увидев жертву он дважды выстрелил из пистолета макарова одна из пуль попала в голову и авторитет умер на месте за мурзу его боевики отомстили несколькими взрывами бомбы были заложены в стену магазина и в автомобиль крупнейшего из прокопьевских армянских коммерсантов артура погасяна лишь по счастливой случайности никто не пострадал предполагаемый заказчик убийства яшки мурзы 32-летний криминальный авторитет олег субботин был убит в апреле того же года его тойота взорвалась на полном ходу бомба по всей видимости радиоуправляемая была заложена в дверцу со стороны водителя сидевшая рядом субботином его подруга получила серьезные ранения таким образом к осени 1999 года когда игорь бурилин вышел из тюрьмы у него уже не осталось сколько-нибудь значительных сторонников бурила попытался было поднять авторитет своего друга владимира рыбина по кличке рыба который также недавно освободился рыба был в спешном порядке коронован воры в законе но по натуре хулиган и дебошир он вскоре вновь был арестован при нем нашли пистолет тт так что в скором времени его отправили на три года в колонию отойти от дел и уехать в любимый геленджик игорь бурилин отказался поэтому естественным итогом его воровской карьеры могло стать только физическое устранение несколько месяцев бурили удавалось скрываться по всевозможным конспиративным квартирам но конкуренты все-таки его выследили 18 ноября 1999 года в кузбасском городе киселевск был убит вор в законе игорь бурилин более известный как бурила батя или игор вместе с ним были убиты хозяйка квартиры 34-летняя предпринимательница валентина фоменко ее 16-летний сын андрей трупы обнаружила сотрудница парикмахерского салона которым руководила валентина фоменко начале 10 она зашла чтобы узнать не случилось ли чего с начальницей убитые лежали в разных комнатах игорь бурилин и валентина фоменко с огнестрельными ранениями бурилину сделали еще и контрольный выстрел в голову андрей фоменко учащийся 11 класса киселевской школы номер 11 был задушен молодой человек оказался в квартире по нелепой случайности обычно андрей жил у бабушки на окраине киселевска но на этот раз у него должны были быть занятия в учебно-производственном комбинате который находится в центре города и он решил переночевать у матери милиция которую вызвала изрядно напуганная парикмахерша обыскав квартиру обнаружила четыре единицы огнестрельного оружия под кроватью лежал автомат а на ковре 8 гельс от пистолета псм скорее всего убийство было совершено ночью когда обитатели квартиры спали убийца пользовался глушителем никто из многочисленных соседей выстрелов не слышал до сих пор непонятно каким образом кто-то чужой мог проникнуть в квартиру на железной двери не было никаких следов взлома а подъезд к тому времени уже был оборудован домофонами только в 2011 году удалось пролить свет на убийство вора в законе когда в киселевске была обезврежена банда в которую входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов а также работники частной охранной фирмы медведь банду разоблачили в результате скрупулезной многомесячной работы по раскрытию покушения на начальника киселевского говд нурдина мазукавзова который был расстрелян у подъезда собственного дома в октябре 2003 года полковник милиции в которого попало несколько пуль лишь чудом остался жив бандиты сперва убивали криминальных лидеров которые мешали им развернуться в кемеровской области затем решив что убивать бесплатно не интересно они сменили профиль и стали заниматься заказными убийствами принимая заказы на убийство от кузбасских группировок лишь через семь лет удалось обезвредить эту банду в ходе следствия у киллеров было изъято большое количество оружия так нашли пистолет из которого в ноябре 1999 года в киселевске застрелили вора в законе игоря бурилина а в водоеме отстойника прокопьевской шахты красногорская был обнаружен целый арсенал оружие и боеприпасов киселевской банды ручной пулемет калашникова пистолеты тт и маргалина боевая граната f1 запалом патроны конечном итоге выяснилось что штатный киллер милицейской банды прошедший чечню омоновец с контузией застрелил пашу бурилина младшего брата вора в законе бурилы чтобы тот явился на похороны где его и хотели устранить он же устроил и взрыв на кладбище целью был именно игорь бурилин после того как ничего путного из покушения не вышло оборотни в погонах решили действовать наверняка пробравшись квартиру к своей жертве где и расстреляли вора в законе однажды игорь бурилин сказал фразу у нас по ходу менты стреляют имея ввиду что к устранению его людей причастна мифическая организация белая стрела что тут сказать отчасти вор в законе оказался прав оборотни в погонах грамотно уничтожали его бригадиров умело сведя все стрелки на армянскую диаспору зная об этом батя заранее то возможно и остался бы жив и не было бы столько смертей которых породила криминальная война а это был канал о жизни по жизни всем добра и удачи увидимся в следующих выпусках в следующих выпусках